Несмотря на то, что в Кустанайской области середина апреля был введен карантин, а дальние поездки под запретом за медицинской помощью уже 27 человек, из них 15 дети. Причиной послужил укус клеща. Как утверждают специалисты, именно сейчас пик активности. Правда, в этом году фаза активности клещей сдвинулась с апреля на май. Поэтому для специалистов этот выезд стал первым за год. Вот так происходит сбор переносчиков опасных инфекций. В защитных костюмах и с белыми флажками они цепляют клещей. Затем аккуратно помещают их в колбу. Задача собрать 500 образцов. Вот это место немножко для нас новое. Набираем мы много. В один укладываемся, если набрали, допустим, много. А если не набрали, получается, два раза выезжаем. Иногда выбираешь место, не очень много. Переезжаем, место меняем, локацию где-то собираем. Обычно каждый специалист собирает от 20 до 40 клещей. И уже после такой кропотливой работы особи отправляют в лабораторию на исследование. Поскольку сейчас тепло и клещей становится только больше, специалисты советуют жителям даже во время простых прогулок надевать полностью закрытую одежду. И если вы нашли клеща, ни в коем случае не брать его без перчаток. Клещи у нас переносят особо опасные инфекции, тулермия, клещевой энцефалит. Ну а что нужно? Сразу обратиться в приемный покой, в больнице, чтобы вытащили клеща, потом сдать. У нас, слава богу, благополучная область. Мы постоянно мониторим, собираем клещей, сдаем. Наша область не является эпидемически неблагополучной по клещевому энцефалиту, боррелиозу. Как вы знаете, в Казахстане Алматинская область является неблагополучной по клещевому энцефалиту и Российская Федерация. То есть здесь нужно выяснять, где был укус. Например, в прошлом году в нашей области зарегистрировано один случай клещевого боррелиоза, но он был завозным. Опасность стать жертвой клеща в городе не меньше, чем в лесу. К тому же они могут быть не только на деревьях, их частое место обитания – трава. Хоть специалисты и говорят о том, что у нас опасных инфекций они не переносят, но тем не менее доставить хлопоты после своего укуса могут. Так в этом году уже два человека получали профессиональное лечение после укуса. Симптомы – повышение температуры до 37-38 градусов, покраснение места укуса, сонливость и слабость, а также зуд. Диара Ахмеченко, Мила Солкомбаева, РТН